В этом году в области ЖТСУ началось строительство шести школ. Кроме того, уже в скором времени будет заложен фундамент для новых медицинских учреждений и жилых домов. Об этом, а также итогами социально-экономического развития региона поделился на брифинге с журналистами руководитель управления экономики и бюджетного планирования области ЖТСУ Жамарт Амирханов. По словам главного экономиста, области социально-экономическое развитие региона показывает высокие результаты по многим параметрам. Например, в прошлом году по темпам роста обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и строительство были в тройке лучших по республике. Также в области открыто 17 новых производств, расширенные два корпуса. Кроме того, реализовано 13 проектов по повышению потенциала местного населения. В прошлом году мы утвердили бюджет по Алматинской области. После разделения области мы отдельно утвердили свой бюджет на новообразованную область ЖТСУ. В целом объем прошлогоднего бюджета составил 350 миллиардов тенге, а в нынешнем году он составляет 440 миллиардов тенге. В нынешнем году большое внимание уделено сфере здравоохранения. Так, на строительство шести объектов уже выделено более двух миллиардов тенге. В рамках этого проекта в области ЖТСУ будут дополнительно созданы еще две станции скорой медицинской помощи, а также откроются 23 медицинских пункта, еще 15 поликлиник. Вместе с тем в регионе немаловажное значение имеет развитие спорта. В связи с этим планируется строительство еще нескольких объектов в районах и городах. В сфере спорта будут построены три больших спортивных комплекса. Кроме того, ведутся работы по строительству трех типовых и пятиблочномодульных спортивных залов. Также большое футбольное поле в Талдыкургане будет реконструировано. Всего в спортивную сферу мы направляем 8 миллиардов тенге. В этом году ремонт и строительство будет проведено и на дорогах области. На эти цели выделено почти 30 миллиардов тенге. А для обеспечения общественной безопасности в Талдыкургане будет установлено 30 камер Сергек, а также 100 камер видеонаблюдения.